Меня зовут Абдулхалик Эврасул и я по первому образованию юрист, по второму образованию социолог, занимаюсь эмпирическими исследованиями права, аспирант Европейского университета и выпускник программы PANDA. Первыми на ум мне приходят те курсы, которые прям были связаны с юриспруденцией и с возможностями работы с теми методами, знаниями, которые мне нужны в рамках моей диссертации. Это курс Дмитрия Скугаревского, это курс Кирилла Титаева, но при этом я очень многое для себя получил от курса по статистике, потому что я не знал, что у меня так много пробелов в этом. У меня был опыт изучения эров и количественных методов в магистратуре, но этот курс мне, например, очень многое дал. Завершить диссертацию, потому что обучение в PANDA по времени прошло с обучением аспирантуре и через год я выпускаюсь. Поэтому сейчас краткосрочные мои планы, они связаны именно с защитой диссертации. Ну и в дальнейшем это все связано с исследованиями права. Я точно не жалею, хотя в моем случае это вышло достаточно сложно, потому что сочетание аспирантуры и PANDA, особенно когда первые два модуля я практически все время был в полевых условиях, это оказалось очень сложным опытом, и я рад, что я поступил именно на ДПО, потому что сочетать магистратуру по PANDA, аспирантуру и полевую работу было бы нереально. Но в целом опыт сложный, но исключительно положительный, поэтому разве что сожалею, что не поступил на год раньше, было бы легче сочетать. Во-первых, комплексностью. То есть я бы сказал, что курс шире, чем он звучит. Сам блок дисциплин, который преподается в рамках PANDA, потому что помимо дисциплин, непосредственно связанных с количественными методами и с анализом данных, происходит очень хорошее междисциплинарное погружение. Много можно узнать о смешанных дисциплинах, в первую очередь, о социологии, конечно. И поэтому вот это было таким весьма классным и позитивным открытием, потому что я вышел не только с какими-то знаниями, связанными непосредственно с анализом данных, но и с опытом взаимодействия с преподавателями самых разных дисциплин. И на руку здесь играет то, что пестрый состав сокурсников, это очень способствует расширению кругозора и новому опыту, новым знаниям. Тем более, что очень много групповых проектов, и ты никогда не знаешь, чем будешь заниматься в хорошем смысле слова в следующем модуле. Наверное, все-таки читать литературу, связанную с анализом данных, чтобы лучше иметь представление о том, что здесь предстоит, потому что без сколь-либо хоть какого-то базового понимания анализа данных, опыт работы с языками программирования и прочей подобной базы, может быть слишком сложно. Про это я могу рассказывать на большой цикл интервью, потому что пандант здесь будет пересекаться с опытом обучения в аспирантуре. Это, разумеется, свобода исследовательской деятельности, это академические свободы, которые есть в европейском, и это то комьюнити, которое здесь сформировалось, та практика взаимодействия обучающихся друг с другом и с профессорско-преподавательским составом, как формальное, так и неформальное. И это мой четвертый университет, и я такой сильной связи учебы с погружением в научно-исследовательскую деятельность я не встречал. Удалось только из-за того, что я занимаюсь фрилансом, так как основное мое время уходит на диссертационное исследование. Тем, кто готов очень много и очень упорно заниматься и работать над собой, потому что все те позитивные свойства и качества Европейского университета, и того сообщества, которое здесь сформировалось, они основаны на том, что эти люди очень много работают, очень много учатся, и это создает достаточно высокую планку.